Восстановление орхидеи из одного листа с потерянным тургером. Возможно ли это? Лиловые кольца на стебле орхидеи и полная потеря корневой системы. Что это? Орхидея разлагается на глазах и заживо. Можно ли ее спасти? Всего 5 капель свежего сока алоэ в центр розетки орхидеи для повышения ее иммунитета и спасения. Нематоды или круглые черви на орхидее. Увидеть и обезвредить. Сегодняшнее видео обещает быть тяжелым и эмоционально напряженным. Привет, друзья! Вы на канале классика орхидейного жанра. Главным героем сегодняшнего, воистину шокирующего видео, будет выступать фаленопсис Голден Леопард или Золотой Леопард. Орхидея цветет без корней или открываем устицы орхидеи. Так называлось первое видео, посвященное этому фаленопсису. Целый год эта орхидея цвела и планомерно погибала. Пока я не поняла причину всех этих событий. Страшная находка в субстрате орхидеи и шокирующие кадры нематод. Этому было посвящено второе видео о фаленопсисе Голден Леопард. И если вы не так давно на этом канале, если вы не смотрели эти видео, ссылки на них я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. С момента выхода прошлого видео об этой орхидее прошло 10 месяцев, и наверняка многие уже забыли, с чего все начиналось. Я напомню. Фаленопсис Голден Леопард появился в моей коллекции почти два года назад. Его мне подарили на 8 марта 2021 года. Я живу во Владивостоке, а это Дальний Восток России. Для того, чтобы голландский фаленопсис был продан в Приморье, ему нужно преодолеть расстояние в 11 тысяч километров. Не все живые растения могут преодолеть такое расстояние в холодное время года без потерь. Часто во время пути растения переохлаждаются, а то и вовсе замораживаются. И как результат глубокий стресс, потеря корневой системы и тургора листьев. Пожалуйста, обратите внимание на цвет ствола или стебля этой орхидеи. Он окрашен в ярко, насыщенно, лиловый цвет. Является ли это признаком заболевания, признаком фузариоза? Конечно же нет, это не болезнь, это естественная пигментация данного сорта. Аноморфные грибы рода фузариум, вызывающий тот самый страшнейший фузариоз, не являются темой нашего сегодняшнего видео. Тем не менее, если вам интересно об этом послушать, напишите об этом в комментариях. Фузариозом пугают всех, особенно новичков. Но чаще всего такие страшилки не обоснованы. Но если это не микоз и если это не бактериоз, почему орхидея в течение года не наращивают корневую систему, постоянно теряет тургор листьев и сами листья, и при этом постоянно цветет? Вывод, на мой взгляд, очевиден. Орхидея всеми силами пытается оставить потомство, размножившись половым путем, то есть с помощью опыления. Такое предсмертное цветение орхидеи еще называют лебединой песней растения. Тогда мне только предстояло понять, почему же орхидея решила умереть. Лишив орхидею всех меристем на цветоносах, я полагала, что сделала для нее доброе дело. Теперь она не сможет дальше цвести и в то же время сохранит все питательные вещества в вызревших частях цветоносов. В любой другой ситуации это решение могло быть наилучшим. Но не в этой. После удаления меристем орхидея в одночасье начала разлагаться заживо. Листовая масса орхидеи не гнила в привычном понимании этого слова. Она именно разлагалась и как-то изнутри. При этом орхидея источала невероятно зловонный запах. Уже тогда меня преследовало непреодолимое желание запаковать все это в непрозрачный пакет и быстро выкинуть. Но азарт исследователя не позволил мне это сделать, и я принялась очищать от разлагающейся плоти то, что осталось от орхидеи. Все эти неприятные для себя манипуляции я производила, глядя в камеру смартфона с шестикратным увеличением. В какой-то момент чисто физически я почувствовала присутствие чего-то живого и движущегося. Так я впервые воочию смогла рассмотреть нематоду на орхидее. Нематоды или круглые черви – одна из самых многочисленных и широко распространенных многоклеточных организмов. При этом больше половины видов являются паразитами животных растений. Так называемые фитопаразитические нематоды – одни из наиболее опасных вредителей. Бороться с этими паразитами сложно, практически невозможно. В России в наших климатических условиях хорошо себя чувствуют около 150 видов паразитических нематод, поражающих разнообразные органы растений – от корней до семян. Часть этих паразитов вдобавок является переносчиками грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний. По внешнему виду эти черви не слишком отличаются друг от друга, разве что размерами от 0,5 до 5 мм. Благодаря своей форме тела нематоды легко продвигаются по почвенным капиллярам или межклеточному пространству в ткани растений. Нематоды, внедряясь в органы растений, вызывают образование на них узелков – галлов, нарушая обмен веществ. Пораженные растения увядают, легко поражаются болезнями и погибают. Листовые нематоды приводят к формированию на листьях мозаики из-за гибели части клеток. Корневые нематоды могут стимулировать образование многочисленных ответвлений от корня – своеобразную бороду корней. Особой вредоносностью отличаются галловые нематоды, распространенные как в открытом, так и в защищенном грунте. Такими паразитами поражаются многие культуры – от томата и огурца до дыни и орхидеи. К сожалению, методы контроля численности фитопаразитических нематод пока немногочисленны и очень дороги. Поэтому в сельском хозяйстве пораженные растения предпочитают уничтожать. Исключительно в исследовательских целях я предпочла побороться за жизнь этой орхидеи. Для борьбы я использовала антигельминтное средство, название которого вы сейчас видите на своих экранах. Я растолкла таблетку в мелкий порошок, смешала с небольшим количеством воды и обмазала всю зеленую часть орхидеи этой суспензией. Кроме того, порошком я засыпала всю поверхность субстрата. Если у вас попутно возникают дополнительные вопросы, напоминаю, что об этом подробно я рассказываю в предыдущем видео, а здесь лишь напоминаю общие моменты. Превозмогая ужасную брезгливость, я произвела 3 обработки с интервалом в 2 недели. Но уже после первой обработки, рассматривая внимательно с 6-кратным увеличением субстрат орхидеи и все, что от нее осталось, ни одного паразита я не увидела. На производимое лечение орхидея отреагировала незамедлительно и необыкновенно бурно. У нее появился второй, не совсем полноценный лист и начался корневой рост. А я принялась помогать орхидеи в этом. Я стала укреплять иммунитет орхидеи с помощью свежего сока алоэ. 5 капель сока алоэ в центр розетки орхидеи. Метод лечения орхидеи с помощью сока суккулентов я разработала давно и назвала его 5 капель. Этим методом уже воспользовались десятки, а то и сотни тысяч зрителей. И, конечно же, получили результат. Метод основан на лечении орхидеи изнутри посредством ее сосудистой системы. Метод инновационный и чрезвычайно результативный. И если вы его используете в своей практике и показываете его другим, обязательно указывайте первоисточник, канал классика орхидейного жанра. Первичный результат восстановления орхидеи из одного листа с помощью свежего сока алоэ сейчас на ваших экранах. Заканчивая предыдущее видео, я сказала вам, что борьба еще далеко не окончена, и все самое интересное впереди. Тогда мне не понравился внешний вид корней, которые начали пробиваться буквально по всему периметру ствола орхидеи. Чего не хватает этим корням? Почему растущие кончики этих корней такие короткие и тупые? С этим мне только предстояло разобраться. Если корни вашей орхидеи не растут, или растут недостаточно быстро, или растут недостаточно качественно, значит для их роста у орхидеи нет нужного количества строительного материала. Что является строительным материалом для создания новых клеток корней, листьев и цветоносов? Вспомнив основную формулу фотосинтеза, я добавила орхидеи – воды. Я не только начала регулярно опрыскивать орхидею, принудительно открывая устьица на тыльной стороне ее листьев, но и применила метод восстановления тургора листьев орхидеи, который я назвала методом волшебной тряпки. Почему я была вынуждена применить этот метод? Потому что единственный старый лист орхидеи, который остался у нее от прошлой жизни, начал стремительно терять тургор. Может ли лист орхидеи, окончательно потерявший тургор, полностью восстановиться? Часто спрашиваете вы в комментариях. Сегодняшнее видео обязательно даст ответ на этот вопрос. Итак, метод волшебной тряпки. На ваших экранах история десятимесячной давности. Метод основан на постоянном снабжении листовой части орхидеи водой. Листья постоянно не находятся в воде, что чревато для орхидеи, при этом постоянно увлажнены. Один конец хорошо водопроводимой материи обматываем вокруг листовой пластины орхидеи, а второй конец опускаем в емкость с водой. По мере потребления воды из емкости и ее испарения воду подливаем. Вместо воды можно использовать любые лекарственные настои по назначению лечения. Подробнее о природных лекарственных настоях и натуральном лечении орхидеи вы можете узнать из плейлиста «Целебные снадобья для орхидеи». Маленькие растущие вновь появившиеся листья орхидеи я продолжала регулярно опрыскивать. Это важно. Нет, я не боюсь воды в центре розетки орхидеи. Нет, я не промакиваю эту воду и никак ее не убираю. Орхидеи не боятся воды и не гибнут от воды. Орхидеи боятся условий, противоречащих их правильной агротехнике. Орхидеи боятся темных, плохо освещенных помещений, недостатка воды и плохой вентиляции. И еще раз напомню вам, что для успешного восстановления орхидеи потребуются ровные, без сильных перепадов температуры в районе 22-24 градусов Цельсия. Конечно, восстановление орхидеи будет происходить как при более низких, так и при более высоких температурах. Но оптимальными все же являются температуры в указанном диапазоне для оптимальной скорости восстановления орхидеи. С наступлением лета и повышением температур все прежние листья орхидеи начали терять тургор. Обратите внимание на состояние кончиков листьев орхидеи. Все они потеряли тургор. Старый лист орхидеи тоже в не лучшем состоянии. Может ли это измениться? И когда это произойдет? Полное восстановление тургора всех листьев орхидеи произошло в течение двух месяцев, когда новые корни орхидеи, появившиеся от ствола, внедрились в субстрат. Обратите внимание, как за это время выросли соседствующие с орхидеей детки колонхоэ дегремона. Корни колонхоэ, достигшие дна посадки, стали выступать естественными фитилями для корней орхидеи, способствуя питанию растения. Новые корни орхидеи с великим удовольствием прорастают среди корней колонхоэ. И в целом развитие орхидеи не останавливается ни на минуту, растут все новые и новые листья. Каждый новый лист длиннее предыдущего, и это правильное восстановление орхидеи. На этом этапе по-прежнему производятся каждодневные опрыскивания по мере возможности. Вы можете опрыскивать свои орхидеи так часто, как у вас есть на это время. Я опрыскиваю свои орхидеи в любое время года и при любых температурах. Необходимым условием в моем случае является лишь наличие яркого солнечного света или искусственной досветки. При устранении причины, повлекшей за собой столь плачевные результаты, и при поднятии иммунитета орхидеи с помощью сока алоэ, восстановление растения произошло в течение полугода. Активными темпами происходило не только нарастание листовой массы, но и корневой системы. Не уступали темпам роста орхидеи и темпы роста колонхоя. И в скорости листовая масса колонхоя стала перевешивать горшок на бок. В этот момент назрела очевидная необходимость орхидею прополоть. После прополки рассмотреть корневую систему орхидеи можно значительно лучше. Теперь после окончания лечения и процесса восстановления у орхидеи растут здоровые и полноценные корни. Они уходят в субстрат и питают орхидею. Корни, достигшие дна горшка, начинают укладываться кольцами. А некоторые из них даже пытаются выбраться наружу. Корни орхидеи появляются буквально отовсюду, и сейчас их внешний вид не вызывает никаких сомнений. Это здоровые и полноценные корни. Сейчас у орхидеи 6 листьев. 5 из них новые, а один остался от прежней жизни. Длина последнего выросшего листа около 10 сантиметров. Орхидея по-прежнему находится в той посадке, в которую я ее определила для восстановления. Давайте взглянем на вид сверху и общий размер растения. И ответим на вопрос, заданный в начале видео. Возможно ли полное восстановление тургора листьев орхидеи, если он изначально утрачен полностью? Конечно же, тургор листьев орхидеи восстановим. Даже у тех листьев, которые похожи на смятый пергамент. Все, что вам нужно, это понять причину потери тургора и устранить ее. Дальше орхидея все сделает сама, а вы будете ей помогать. Вот так торчком вверх стоит некогда поникший старый лист орхидеи. И вот такими ушками вверх отросли новые листья, некогда умирающие от нематод орхидеи. От полной потери тургора одного единственного листа орхидеи до его полного восстановления. Из одного листа – шесть. Вот такой результат. Результат борьбы за жизнь и восстановление орхидеи в течение десяти месяцев. Длинный путь от разлагающейся органики до полного восстановления растения. И такой путь способен преодолеть каждый любитель орхидей при наличии терпения. А я пожелаю вам этого самого терпения и побольше. И попрошу вас написать в комментариях, понравился ли вам результат моего труда. А еще я напомню вам, что 20 минут вы провели на канале классика орхидейного жанра. И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. и оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.